Здравствуйте, друзья! Теперь я с гигантским удовольствием представляю студию Веру Шуманскую, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, великолепную гольфистку, красавицу, человеку, у которого есть своя школа художественной гимнастики. И вообще, Вера, большое спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. В гольф уходят многие спортсмены. Почему гольф? Почему именно туда? Есть какое-то объяснение этому? Ведь это же тоже... Вот всем кажется, что что такое, особенно после этих тренировок, что такое гольф, да? Это простая игра. Нет, очень непростая игра, очень непростая. Когда я начала играть в гольф, я думала, ну, как и все. Ну, бабушки, дедушки ходят, мячик пинают. Как наши, там, за грибами, да, только эти с глюшками и мячик пинают. Нет, это безумно сложная игра, я считаю, наверное, самая сложная из всех видов спорта. Потому что каждый раз ты играешь на новом поле, каждый раз это новая трава, каждый раз это новые погодные условия. То есть самый сложнейший вид спорта. И ведь получилось же. Получается. Пока не так, как я хочу, но получается. А цели те же самые? Ну, самые высокие, да. Ну да. Потому что спортсмены ставят для себя. Упереться и дальше, что называется. Теперь вот, ну, в гольфе ситуация... Вы очень много путешествуете, да, подозревающиеся? Много ездите и по разным странам. Это, как бы, это просто для, что называется, just for fun, как говорят в таких случаях? Или это просто такая вот, опять-таки, целенаправленная история за тем, чтобы потом играть, там, мейджоры? Нет, не just for fun. Я являюсь игроком европейского... Это я знаю. Да, профессионального тура с 2007 года. Американский тур ставлю себе цель пройти в этом, в следующем году, на следующий год в сезон. Вот. И хоть это и очень сложно, но очень хочу заработать рейтинговые очки на Олимпиаду. Вот, как сейчас Вера сразу посуровила. Я как раз, да, я это имел в виду. То есть Олимпиада все равно, даже сейчас остается цель. А до какого времени можно играть в гольфе, я имею в виду? До какого возраста? Без разницы, в целом? Ну, пока здоровье позволяет и желание. А кто любимый гольфист? Сейчас скажет Тайгер Вудс. Обязательно сейчас скажет. Ну, Тайгер Вудс, он, конечно, уникален. Потому что мне... Я пообщалась с ним, мы тренировались с ним, да. И гольф, как он вошел, да, в олимпийский вид спорта. Мы тренировались вместе, он увидел мою татуировку, символизирующую Олимпийские игры, и что я олимпийская чемпионка. Он, ух ты, говорит. Ему повезло больше, чем нам, да. Я говорю, ну, я говорю, ты столько мейджоров выиграл, а такой-то у тебя не будет, потому что гольф не в олимпийской семье. Он говорит, ну, посмотрим. И вот в 2009 году, когда он выиграл мейджор Арнольд Палмер, это очень-очень такой известный турнир, он на конференции сказал, что я хочу, чтобы гольф вошел в олимпийскую семью. И тогда уже средства массовой информации подхватили все это, и много гольфистов с разных стран поддержали его идею. И гольф вошел в олимпийскую семью. Вот сейчас закончится программа. Дальше как ваш день строится? Вот, в принципе, обычный день. Что сейчас происходит? Ну, сейчас межсезонье наступило, да. Я отыграла последний турнир, он был в Марокко. Отыграла достаточно неплохо. Хотя не так, как мне хотелось. Я всегда люблю, знаете, ставить более высокие цели. Да, конечно. И когда Женя разговаривал, вы же не можете не побеждать. Да, да, да. Что такое для вас, это не бывает. Ну, знаете, наверное, то, что я уже нахожусь среди лучших игроков мира в середине таблицы, а не внизу, для меня это уже достижение. Потому что все-таки я пришла с другого вида спорта, начала заниматься им. Многие не знают. А когда узнают, они просто говорят, сколько ты занимаешься? Ты еще и олимпийскую медаль выиграла? Ничего себе. А некоторые, когда я... Существуют короткие удары, и когда я попадаю в лунку, они говорят, блин, как давно у нас этого не было уже. А холл-ин-ван бывали? Три раза за всю мою спортивную карьеру. Два из них на турнирах. Ничего себе. Да. А сколько пар был в ситуации? Пар-три. А, ну да. Ну, это пар... Холл-ин-ван и все делаются на пар-три. Ну, да, на пар-три, потому что иначе портоделите. Не, ну, бывает на коротких пар-четыре, если ты берешь длинную клюшку, и пар-четыре короткая. Вот. Бывает такое. Какие-то смешные ситуации бывали, когда там, не знаю, мячик улетал там в воду, в, не знаю, в кусты, в птичье гнездо, куда-нибудь еще. Ну, вообще, гольф сам по себе, если его посмотреть, можно найти столько забавных и смешных моментов. У меня... Откуда-нибудь приходилось играть, там, не знаю, из песка, там, вот, ну как... Ну, из песка приходится играть часто, из воды приходилось играть. Из воды приходилось играть. Ну, конечно, из воды, когда не хочешь штрафной, чтобы тебе дали. Встаешь ногами в воду и играешь. Забавный момент был, когда я играла квалификацию в Америке, во Флориде. А там много крокодилов в озерах. Вот. Я играла во всем белом. Как птица, в общем. Я встаю ногами... Я даже не знаю, что дальше будет сейчас. Ногами прямо в воде, практически. Делаю удар, и тут сплывает голова. Меня отдергивают... Второй удар был по голове уже, крокодилу. Нет, меня отдергивают, боже, как мы успели. Потому что там же у крокодила, она реакция молниеносная вообще. И схватила. Потом получилось так, что вода, она шла прям по длине всей лунки. И вот он всю эту длину за мной плыл. Ничего себе. Да. А они на берег не выходят? Они выходят на берег. Некоторые гольфисты, они уже воспринимают это нормально. Даже мяч попадает близко к крокодилу. Они подходят и бьют нормально. Ну, это так страшно, честно. Большой крокодил? Один раз, да. Один раз? Это еще не первый? Нет, еще один раз был. На этой же квалификации. Это же поле. Выхожу с тренером, играем на тренировочный раунд. И вдали вижу прям вот, ну, как дерево лежит здоровенное. Думаю, ну, пальма упала, наверное. Подъезжаем. Это метров, я не знаю, метров 12, аллигатор лежит поперек. Двенадцать метров? Метров 12. Я не знаю, бывает такое или нет. Может быть, я преувеличиваю. Ну, это очень длинно было. Это такой длиннющий, жирный крокодил. Мы подъезжаем, я подъезжаю на машине, а мне тренер орет. Да ты что? А еще погода была сырая, колеса проскальзывают. Если у нее здесь есть дети, она тебя сейчас мгновенно схватит. Ты что? А бывали такие случаи, когда крокодилы хватали гольфистов? Ну, вообще, они едят домашних животных. Часто достаточно на гольф-полях. А, ну, в принципе, гольфисты можно назвать домашним животным. Да, конечно. Мне кажется, да. Мне кажется, были случаи, когда у гольфистов отхватывали руку. Но везде на гольф-полях во Флориде, допустим, написаны... Осторожно, крокодилы. Да, осторожно, ну, как бы опасные животные дикие. Вот, поэтому, да, это все на свой страх и риск. Допустим, есть по правилам, там есть огненные муравьи. Так, мы сейчас много интересного в гольфе узнаем. Да. Такой безопасный аристократический рецепорт. Вот по правилам в Америке поправочка есть такая, что если у тебя мяч попал недалеко от муравейника, вот этого с огненными муравьями, ты можешь, бесплатно, я говорю, без штрафа, сбросить мячик. Иначе, если ты встаешь близко к этому месту, они начинают на тебя подниматься и кусать. Если тебя укусят, если у кого-то, не дай бог, аллергия, это просто жуть. Потому что они у обычного человека, то есть это хуже, чем комар кусает. Они большие, да? Нет, они небольшие, они маленькие, но они вот огненного цвета. Кошмар. Вот, также есть поправки, если попадет мяч в кусты, а кусты с цветами, и там летают пчелы тоже, можешь без штрафа сбросить мячик. То есть гольф на самом деле совсем небезопасный. Вообще небезопасный. Ужас какой. Крокодилы, муравьи, пчелы. Сейчас мы отговорим. Ну, смотря, смотря, где играете, опять же. В Европе меньше этого встречается. В России только грибы, мне кажется, по кустам можно находить, потому что там никто не собирает, там только гольфисты не пользуются. Да-да-да, и змеи вряд ли встречатся. Ну, да-да-да, разве что. Цель любого... Ну, то есть, скажем так, цель игры в гольф, разумеется, забить мячик в лунку. За меньшее количество ударов. Да, за меньшее количество ударов. Это я не для себя, а для друг, если кто-то... Выбор, ну, скажем так, выбор гольфа после художественной гимнастики, ну, ведь это совсем другое. Ну, вот, ну, как бы это вообще из другой области знаний, скажем так. Он как-то состоялся, кто-то привел, как-то это осознанно произошло? Пригласили, пригласили на... Попробовать просто. Да, на гольф-клиника называется так. Праздник спорта был, сделали такую площадку имени гольфа, показали мне, как держать клюшку в руках. Я прошла по этим лункам, выиграла эти лунки, да. Потом ударила мячик в гольф-тренажёре, тоже там же установлен был, тоже сделала хорошие удары. И мне сказали, талант, надо! Но сейчас, возвращаясь обратно, я понимаю, что меня, наверное, сыграла моя спортивная молодость на то, что да, я попробую, я захочу. Хочу всё это сделать, да, уже взяли на слабо. И я вышла играть первый чемпионат России. За день купили клюшки. То есть я не видела поля даже, что это такое. И поняла, что... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, вас это, по-моему, не остановило в конечном итоге. Нет, меня не остановило, меня, наоборот, подстегнуло, потому что я поняла, насколько это сложный вид спорта, и как плохо я сыграла, несмотря на то, что я не давала себе отчёт, что я вообще первый раз взяла. Вы мнительный человек в этом смысле? Мне кажется, что да. Мне кажется, что где-то в глубине вас всё равно есть внутренняя мнительность такая, что вот что-то вот можно... То есть вот вы не из тех, кто идёт напролом, вот уверенный абсолютно в себе, и неважно, что сзади, вообще какого размера колея остаётся, да. Всё равно вот мне кажется, что у вас есть какое-то внутреннее сомнение какие-то, с которыми вы боретесь. Нет? Ну, мне кажется, они есть у каждого человека. Нет, есть люди... Просто доминирует или не... Нет, я иду вперёд, я иду к намеченной цели. Ну, не так, что, знаете, как говорят, по головам. Нет. Вот, Вер, мне кажется, последний вопрос. Вы не успокоитесь, пока не выиграете ещё раз олимпийскую медаль. Ой, я хочу, очень хочу. Но понимаю, что гольф настолько... С входом в олимпийскую семью, с хождением в олимпийскую семью, и он поднялся на такой уровень, что... Ну, вам-то что, олимпийскому чемпиону? Тяжело. Тяжело. И это меня совершенно не... Это очень тяжело. Это очень тяжело. Да, это психологически тяжело, это по нагрузкам тяжело, безусловно. Несмотря на то, что я уже проделала такой громадный труд, да. Через очень многое прошла, большое количество турниров сыграла. Всё равно мне тяжело, потому что я ставлю для себя такие цели. Ну, гольфисты, когда узнают о них, да, которые играют с детства, говорят, ничего себе. А для них что-то значит олимпийская медаль вообще? Вот в своё время, когда теннис вновь появился в олимпийской программе, в 88-м году, Ну, кроме таких как-то... Тоже, наверное, точно так же, как и в теннисе относятся к этому. Многие, наоборот, даже отказываются ехать на олимпийские игры. Они говорят, у нас подписаны контракты, у нас прописаны какие-то турниры, в которых мы играем. У нас нет цели поехать на олимпийские игры. Но у вас она точно есть? Да, у меня есть. Я считаю, в принципе, у нас в стране, и для чего я, когда пришла в гольф, я сказала президент ассоциации, что я постараюсь сделать так, чтобы гольф вошёл в олимпийскую семью, чтобы он стал более спортивным, потому что на тот момент у нас больше он был такой развлекательный. А, ну, плюс развлекательный. Ну, олигархи играют. Таким, да, ну, таким простым словом. С олигархами играли в гольф? Ну, играла. Ну, и как вот они... Им это надо? Это для них развлечение? Это такой признак аристократизма такой своеобразный? Или они действительно все... Ну, все разные, все разные, да. Есть те, кто хорошо играет? Есть. Есть люди, которые хорошо играют. Я не буду говорить. Это же круто. Нет, есть люди, которые играют хорошо в гольф, олигархи и не олигархи, потому что, ну, не знаю, может быть, это... Актеры, не знаю, кто у нас хорошо из нашего бомонда, элиты нашей, хорошо играет в гольф. Но это же, мне кажется... Много кто. Много. Я не могу сказать, что прям очень хорошо, потому что оценивать с точки зрения профессионального гольфа нельзя, потому что все-таки это любительский. Да, если я могу сравнивать, сравнить с американским любительским гольфом, с российским, я считаю, что очень много людей у нас играет гораздо лучше, чем американские любители. Очень много. Опять же, я говорю про членский гольф. Олигархи, даже в этом лучше, чем американские олигархи. Они еще и в гольф лучше играют. Но не все. Да, но не все. Некоторым еще предстоит получить цвет. Некоторые просто покупают дорогие клюшки и считают, что эти клюшки вместо них должны бить. Но это уже не только олигархи, у нас многие считают, что если купил дорогое. Да, да, да. Вера, спасибо вам огромное и всего вам доброго и счастливого. Субтитры сделал DimaTorzok